Продолжение следует... Владимир Иванович, я буду делать вам внутривенную инъекцию. Обработайте руки гигиеническим способом. Попросите сосучить рукава на обеих руках выше локтя. Осмотрите генны на обеих руках. Выберите руку с более доступными мерами. Я буду делать внутривенную инъекцию в левую руку. Присажите пациенту занять удобное положение и положите выкранную руку на ровную поверхность. Владимир Иванович, присядьте к столу. Пробавите руку на наличие траты и ухода не походу в левую руку. Инфильтрата и уплотнений нет. Подготовьте все необходимое до начала. Х с жариками. Скатайте стериль. Затемте два вскрытые стерильные пополки. Стерильный лоток стерильной пополки. Дни стерильные перчатки. Шприц цепной. Дополнительные два третий миллиметров. А полоски каждому среднему. Распорт кожного антисептика. Винт. Распорт кожного антисептика. Подушечка поможет. Ножницы. Закрепленный пакет для утилизации отходов класса А. Закрепленный пакет для утилизации отходов класса В. Непропавленный контейнер для утилизации отходов класса В. Уточните отъем шприца. Шприц 10 миллилитров. Проверьте срок годности шприца. Срок годности шприца в феврале 2020 год. Проверьте целостность шприца. Челостность шприца не нарушена. Проверьте целостность стерильной упаковки швейца. Целостность стерильной упаковки не нарушена. Уточните длину и толщину дополнительной иглы. Дополнительная игла длиной 30 мм толщиной 0,6 мм. Проверьте срок годности дополнительной иглы. Срок годности дополнительной иглы август 2020 года. Проверьте целостность дополнительной иглы. Целостность дополнительной иглы не нарушена. Проверьте целостность стерильной упаковки дополнительной иглы. Целостность стерильной упаковки дополнительной иглы не нарушена. Проверьте срок годности стерильной упаковки ладка. Срок годности июля 2017 года. Проверьте целостной стерильной упаковки лотка. Целостность стерильной упаковки лотка не нарушена. Проверьте время вскрытия стерильной упаковки пинцета. Пинцет вскрыт менее двух часов назад. Установите идентичность информации на амбуле, упаковке на амбуле и медицинской документации о вызвании лекарственного средства. Амбула лекарственного средства с 40% раствором глюкозы, 5 мл, вводится внутриверно. Проверьте целостность амбула с лекарственным средством. Целостность амбулы не нарушена. Проверьте срок годности амбула с лекарственным средством. Срок годности амбулы август 2018 год. Проверьте однородность лекарственного средства и отсутствие осадка в амбуле. Лекарственное средство однородно, осадка нет. Выясните, нужна ли для вскрытия ампулы пилка? Вилочка для вскрытия ампулы не нужна, так как выше шейки ампулы имеется определенная отметка. Вскройте стериль на боку лодка, не касаясь лодка. Возьмите пинцет в стерильном салфонке. Пинцетом выложите лодок, который же шинталат. Верните пинцет с салфонком. Приготовьте пинцет, ничего кроме лодка. Утилизируйте упаковку буквально раз в определенной пакете утилизации отходов класса А. Возьмите шприц в руку. Вскройте стерильную упаковку шприца со стороны поршня. Удерживайте шприц одной рукой через упаковку. Второй рукой возьмите заточку поршня. Обеспечьте соединение цилиндра с циклой внутри упаковки. Извлеките собранный шприц из упаковки. Уложите шприц на край лодка. Цилиндр и лодка остались только внутри поверхности упаковки и лодка. Колбачок циклы не снимается. Ручка поршня выступает за пределом лодка. Утилизируйте упаковку вашего лица в определенный пакет для утилизации отходов класса А. Извлеките пинцет из стерильной упаковки. Свободной рукой откройте крышку пикса с шариками на упаковке более 90 градусов. Пинцетом достаньте из пикса и положите в угол лодка первый шарик. Пинцетом достаньте из пикса и положите в угол лодка второй шарик. Пинцетом достаньте из пикса и положите в угол лодка третий шарик. Пинцетом достаньте из пикса и положите в угол лодка четвертый шарик. Заткрутите. Верните пинцет в стерильную упаковку. Не касался браншин и пинцета ничего, кроме шариков. Все шарики лежат в одном угол лодка. Шприц лежит на краю лодка и ловим шариком. Наденьте нестерильные перчатки. Возьмите в руки емкость с антисептическим раствором. Откройте емкость с антисептическим раствором. Обработайте шарики антисептиком поливая. Заткрутите емкость с антисептическим раствором. Поставьте емкость с антисептическим раствором. Возьмите в одну руку ампулу с лекарственным средством. Возьмите в другую руку первый шарик. Обработайте шейку ампулу по кругу шариков. Удерживайте ампулу одной рукой за широкую часть отметки от себя. Второй рукой оберните головку ампулы первым фариком шариком. Надавите средний фаланты указательного пальца на отметки, а подушечкой второго на шейку. Вскройте ампулу. Пальмите лежием с первой подушкой. Утилизируйте головку ампулы с первым шариком вне прокалываемой контеки с отходами класса В. Поставьте спринту ампулу на рабочую зону стола. Одной рукой возьмите шприц за цилиндр. Удерживайте колбачок с иглы большим и угадательным пальцем. Второй рукой снимите колбачок с иглы. Утилизируйте колбачок с закрепленным агентом для утилизации отходов класса А. Удерживайте шприц за цилиндр одной рукой иглой вниз. Погрузите иглу в ампулу, стоящую на столе, не прикасаясь к ампуле. Второй рукой возьмите ампулу между указательным и средним пальцами. Только после погружения иглы в ампулу. Удерживая ампулу большим и безымянным пальцами второй руки, фиксируйте колбачок с иглой иглы. Перенесите пальцем первой руки цилиндра шприца на поршень. Выполняйте реакцию поршня на себя, наберите лекарственное средство шприц. Утилизируйте кусту ампулу вне прокалываемый контейнер с отходами класса В. Отсоедините иглу под шприца, удерживая иглу за камню. Утилизируйте снятый иглу вне прокалываемый контейнер с отходами класса В. Удерживайте шприц за цилиндр одной рукой. Второй рукой возьмите уфоку с дополнительной иглой камней вверх. Удерживая шприц пальцами первой руки, встроите упаковку иглы с локальной камней вверх. Удерживайте вторую рукой иглу через упаковку. Первой рукой присоедините шприц к камней вверх. Снимите упаковку с иглы. Утилизируйте упаковку иглы в закрепленный пакет для утилизации отходов класса А. Положите собранный шприц на прежнее место в лотке. Колбачок с иглы не снимался. Иглой не касается ничего, кроме внутренней поверхности, упаковки и лотка. Оберните одноразовый салфеткой подушечку. Положите обернутую подушечку под локтевой скисл и бациента. Пропалицепируйте пульс на лев на ночевой отель. Пульс сохранен. Наложите венозный жгут на руку пациента. Выше локтевого сгиба. Поверх рукава. Не касаясь кожи. Повторно упаковкируйте пульс на ночевой отель. Убедитесь, что пульс сохранен. Пульс сохранен. Попросите пациента поработать кистью руки. Владимир Иванович, поработайте, пожалуйста, кулачком. Продемонстрируйте, что от него требуется, сжав-разжав собственной ладой в два раза. После повторов пациента сказать ему достаточно. Достаточно. Попросите пациента сжать руку в кулак. Владимир Иванович, сожмите, пожалуйста, пальцы в кулак. Пропальмирайте руку и найдите наиболее наполненный участок вены. Возьмите из лодка второй шаги. Обработайте после предполагаемой им поля предполагаемые инъекции. Движение при обработке только рукавы, полу, центра, периферии. Утилизируйте второй шаги в запрепленной памяти для утилизации отходов класса В. Возьмите из лодка третий шаги. Обработайте непосредственно место предполагаемой инъекции. Движение при обработке только рукавы, полу, центра, периферии. Утилизируйте третий шаги в запрепленный пакет для утилизации отходов класса В. Возьмите из лодка шаги с иглой вверх. Удалите в ходу из шприца, не пролив лекарства, не снимая колбачка с иглы. Большим и указанным пальцем руки, удерживающий шприц, зафиксируйте колбачок с иглы. Возьмите шприц в доминантную руку, иглой вверх. Показатель палец фиксирует колбачок с иглой вверх. Остальные пальцы удерживают цилиндр шприца. Расположите вторую руку на брюк плечи пациента, латунью вниз. Большой палец ниже места инъекции, немного сторонник от вены. Слегка оттягивает кожу от места инъекции. Латунь облескает плечи пациента. После обработки поля, вместо перипункции ничем не прикасайтесь. Поднесите шприц иглой вместо инъекции. Указательный палец на конюре вы. Срез иглы обращен вверх. Шприц расположен в полуголе в 12-20 градусов поверхности предплечья пациента. Пальцы, средние семянные и мизинец не расположены между шприцом и плечи пациента. Большой палец не закрывает полы цилиндра с лекарственным средством. Предупредите пациента о вене пункции в разы о необходимости потерпеть. Владимир Иванович, потерпите. Произведите пункцию одних движений. Правильно удержанный шприц с первой попытки, не касаясь обработанного вместо вене пункции ничем кроме иглы. Выровняйте иглу шприца параллельно поверхности предплечья пациента. Проведите иглу дальше бегу на 10-15 мм. Продолжайте правильную удерживающую шприц с лекарственной рукой. Уберите вторую руку предплечья пациента. Продолжайте правильную удерживающую шприц с лекарственной рукой. Выполните второй руку и травмацию мощным на себя. Убедитесь, что в полости с лекарственным средством появилась кровь. Продолжайте правильную удерживающую шприц с лекарственной рукой. Второй рукой ослабьте жгут. Попросите пациента рожать кулак. Владимир Иванович, зажмите, пожалуйста, кулак. Продолжайте правильную удерживающую шприц с лекарственной рукой. Выполнить вторую руку и травмацию мощным на себя во вторую. Убедитесь, что в полости с лекарственным средством появилась новая порция крови. Продолжайте правильную удерживающую шприц с лекарственной рукой. Второй рукой выполните травмацию мощным от себя. Войдя приказанным средством пациенту медленно 0,5 мл. в секунду. Периодически не менее двух раз, справляясь под самочувствие пациента. Владимир Иванович, как Вы себя чувствуете? Доведите поршень до упора, оставив немного лекарственного средства в кольвере шприца. Лекарственное средство вводилось только после появления крови при факторной контрольной травмации. Продолжайте правильную удерживающую шприц с лекарственной рукой. Второй рукой. Возьмите злота четвертый шарик. Приложите четвертый шарик в место вине функции, не прижимая его к месту инъекции. Извлеките иглу из вены пациента. Доминантной рукой правильно удерживая шприц. Прижмите к месту инъекции четвертый шарик после излечения иглы. Утилизируйте шприц с лекарственной рукой, не прокалывая его к контейнеру с отходами класса В, не разбирая его, не надевая колбачок на иглу. Продолжайте прижимать шарик в место вине функции в течение двух-трех секунд. Приподнимите четвертый шарик для осмотра в место вине функции и убедитесь в отсутствие кровотечения наружного и внутреннего. Повторно прижмите четвертый шарик в месте вине функции. Возьмите пинт. Наложите давящую повязку на место вине функции вверх четвертого шарика. Справьте отзывы от чувствительного центра. Владимир Иванович, как вы себя чувствуете? Пробросите его зайти в процедурный комплект через 15 минут для снятия повязки, унилизации в определенный пакет и унилизации фона в классе В, осмотр, если немцы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сдайте лоток на дезинфекцию и последующую стерилизацию. Уберите на место затрепленные пакеты для унилизации отхода в классе А и В. Снимите перчатки, не касаясь голыми руками, внешней поверхности перчаток. Утилизируйте перчатки в запретенный пакет для унилизации отходов в классе В. Увидимся. 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 Продолжение следует...